В программе «Игр кочевников» 10 национальных видов спорта. Самым зрелищным традиционно остается кокбору или козлодрание. Правда, теперь вместо туши козла используется муляж, который нужно забросить в казан, в ворота соперника. Есть и культурная программа. Можно посетить этнорынок, состязания по сбору юрт или послушать чтение национального эпоса «Манас». Эти игры нужны киргизскому народу, ведь нынешнее поколение не знает ни историю, ни традиции. Они стали ленивыми бездельниками, а игры кочевников и показывают им традиции, обычаи, культуру и быт наших предков. Перед открытием национальных игр кочевников на место их проведения с проверкой приезжала вице-премьер Кыргызстана Алтынай Амурбекова. В итоге последние три дня рабочие почти не спали, в спешке заканчивали объекты и докрашивали заборы. И все равно старт игр пришлось отложить на полдня. Игры кочевников традиционно сопровождают скандалы с финансированием. В этот раз были сообщения, что в регионе ввели принудительные сборы с бюджетников. По данным агентства 24КГ, учителя сдали по три доллара, а с врачей удержали однодневную зарплату. Относительно такой информации у нас нет. Например, в Минкультуре определенные деньги были выделены, и свою часть мы, организационные, сами сделали. Предыдущие три года Кыргызстан проводил не национальные, а всемирные игры кочевников. Тогда сообщалось, что бизнесменов принуждали внести посильную финансовую лепту. После игр заводили уголовные дела о завышенной цене реконструкции объектов, а подрядчики жаловались, что власти им не заплатили. Новые игры в итоге унаследовали старые проблемы. Александр Касаткин, Дарья Тимофеева, Азат Интемаков. Настоящее время.